Настолько умершие машины. У меня еще не было в практике. Он отвечал на полный рот козявок. Смотри, хопочки. Вот это что такое? Умирающий звук. Короче, этот S-Line остается он здесь стоять, ждать кого-то другого, но точно не нас. Заканчивался третий день. Бля, можно не подключаться даже. А вот и понадобился прикуриватель. Вот и первый тревожный кабанчик того, что машина стоит здесь очень давно. 14 тысяч за дрова. Друзья, всем привет. Видит бог, я не хотел быть перекупом, но после этого видео многие хейтеры меня именно так и крестят. Немного предыстории. Очень часто со мной вы видите в Германии одного парня, зовут его Володя. Вот такой мировой парень, мы друг другу помогаем. Он мне, я ему. У Володи точно так же, как и у меня, есть свои заказчики. И вот для одного из своих заказчиков он искал автомобиль. Это Ауди, это Ауди А6. Машина должна быть 16-18 года, но у нас с самого начала все шло не так. В общем, как и я не мог найти Мерседес, точно так же и он не мог найти автомобиль. Но у него была ситуация легче. У него было 6-7 объявлений к осмотру. Машины все были не битые, машины все были не крашеные. Едем на первую, не битую, не крашеную автомобиль. Машина 130 с чем-то там километров пробега. 16-й год, идеальное состояние. Один собственник, машина, квиточка, просто дзыга такая, что Германия. Там же ж люди не обманывают. Едем. Перед каждой поездкой мы изучаем автомобили. Откуда они, кто из салонов, мы смотрим, кто собственники. Так вот, арабы и турки, они уже научились делать хитрые вещи. Они свои салоны оформляют на немцев. Когда смотришь, кто собственник компании, ну ни для кого не секрет, вниз в мобайл ДЕ спускаешься, смотришь о компании, потом еще раз внизу с правой стороны можно посмотреть, кто собственник этой компании. По крайней мере, номинальный директор. Так вот, если там слово «осман», то понятно, что можно там, ну, например, «осман». Наверняка есть хорошие классные парни «османы», но большинство людей не очень сильно порядочных среди них. У меня есть свой определенный опыт. И, кстати, тоже человека звали «осман». И закончилось все судом. Суд был на нашей стороне, но это будет отдельная история, возможно. И видео тоже машина это была. Так вот, в данном случае «Булганс», приезжаем. Снова здорово. Турки нас встречают, но коль мы уже приехали, осматриваем автомобиль. Машина должна быть с сервисной книжкой, машина должна быть не битая, не крашеная. Машина должна быть в идеальнейшем состоянии. Так, по фарам. Фары нормально. Куда эти 16-й? Здесь тоже. Пока не смотрят, я попробую разобрать. Мне тут нормально ничего не отнималось. Собираем назад. Так, ну что, по салону. Единственное минус этого автомобиля, это то, что он на тряпке. А, ну и тут ручная, не сенсорная. Сервиски нету. Вроде уже посмотрел. Потолок. Не трещит, не жужжит. Ага, почти. Почти не жужжит, почти не трещит. Блин, ты уже чисто. Что ты жужжишь? Что ты умираешь? Почему тебе так плохо? Закрывается нормально. Чистенько. Салон, да. Салон у нее неплохой. Так, баллон, пена, аккумулятор. Вроде бы все неплохо. Из хорошего здесь еще боковые стекла триплекс. Лобовое должно быть атермальное. Оно стоит уже здесь обычное, не атермальное. Да, оно менее, наверное, уже пилкинтоновское. Так, конечно, все красиво. Капот не отнимался. У крылья мы видели, что они не крашеные. 16 тысяч евро за 16-й год. Пробег у автомобиля 139 тысяч. Минус того, что она без кожи. Машину мы искали не по низу рынка. Мы искали специально машину не битую, не крашеную. И бюджет автомобиля этого 16 тысяч евро. 16-й год, если кто не видел. Раньше, вот я оставлю ссылочку. Мы покупали автомобиль за 12 тысяч евро, который оказался очень даже достойным, хоть и у турков купили. Смотрим. Есть бесключевой доступ. Нету дотяжек. А что у нас с дверями? Двери мне не снимались. Да все нормально вроде бы. Люк только скрипит. А так, в принципе, все ровно. Да, вот здесь она больше всего. Она бабушка минимума, как у меня стоит. 1470. Вот там я увидел шпаклевку. Вот в этом месте шпаклевка. Чисто помогала. Что у нас здесь? Ну, нащупать пока ничего не могу. Так, чтобы было чего-то мрачного, то нет. Но по факту оно крашеное. Извечная тема в Ауди. А работает ли здесь зарядка и влезет ли сюда мой телефон? Телефон не сильно помещается. И вследствие этого зарядка здесь не работает. Поэтому, ребята, большие телефоны типа Samsung 21 не покупайте. Точно так же, как и большой айфон по размерам. Типа он большой и он нифига не будет заряжаться в этом автомобиле. В 2016 году еще не думали, что все-таки в 2021 году выпустят телефоны. Ну, чуть-чуть побольше. Машина ухожая. Значит, подытожим. Легкая притертость. Заднее левое крыло. Задняя левая дверь. Дальше машина вся в родной краске. Правая сторона слегка сполирована. 140 тысяч пробег. 139. Пошли бодаться за сервисную книжку. Пока ее нет. Скрепит люк. Ну, сейчас узнаю, надо ли почитаться. Так, выключаю. Пошел я. Мы увидели, что автомобиль битый. Задаем вопрос. В объявлении машина написана не битая, не крашеная. Вот такие глаза. Я не знал. Ребята, я не я, жопа не моя. Машина не крашеная. Сейчас будем выяснять. Я говорю, окей, давай сервисную книжку. Будем смотреть, где там какая история и все остальное. Сервисная книжка есть. И вот Володя идет смотреть сервисную книжку. А я остаюсь дальше читать блоки автомобиля. Сейчас мы ее быстренько почитаем. Парни вроде бы не против. Сервисной книги где-то нету. Где-то она ушла в страну потерянных вещей. Ключа у нее два. Есть Webasto. Электроника тормозной системы. Одна ошибка. Предполагаю. Очень часто бывает это из-за просевшего аккумулятора. Ну, сейчас, конечно, посмотрим. Там еще полмиллиона причин. Но самое частое это то, что вот сел аккумулятор. ЭБС уже кричит одним из первых, что help me. У меня болтевший аккумулятор. Работать не буду. Адаптивный круиз-контроль. Две ошибки. В связке с ЭБСом оно работает. Так, комбинация приборов. Одна ошибочка. Не химчистили машину. Вот тут грязь. Вот здесь вот грязь. Вот грязь. Зеркало запыленное. Как всегда, ни одной карты памяти нет. Вот в этих ключах, ну, по крайней мере, машины 3 или 4 было, которые я покупал, пригонял, садятся батарейки. Так вот, когда я готовлюсь, чтобы поехать, вот сюда ключ присоединяется. И она тогда запускается. Ошибка из-за слишком слонистского напряжения. Дохлый аккумулятор. 100 километров назад у нее был севший аккумулятор. 96. И это было 6, 11, 20. Эта машина уже полгода здесь продается. Ошибка у него. Обрыв цепи был антенны. Но она пассивная, она в памяти. Так, крышка багажника. Ну, тут, как всегда, просадка по аккумулятору, скорее всего. Так не заходи туда. Мне главное мотор узнать. Мне все это неинтересно. Если там была какая-то проблема. Хорошо. Так, выбор системы. Ну, не пиздячили по трассе крепко. Такие сколы большие. Активных ошибок нет. Мотор чистый, да? Ну, в коробке точно есть количество перегревов? Я смотрю, есть ли в моторе. А в коробке есть перегрев? Ну, да. Можно посмотреть, был ли перегрев. Последний раз сажевый фильтр прожигался 4 тысячи километров назад. Форсунка первая. 0,05. Идеальное значение к нулю. То есть первая хорошая. Вторая 0,5. Хуже, но тоже хорошо. С топливом у него все хорошо. Сейчас еще в коробку забьем. Она очищенная. У нее вся история. 100 километров назад почищенная. По коробке? Вообще по машине. А с куда ты знаешь? Ну, видно ж. Вот видишь, везде 0 минут, 0 часов, 0 секунд. Я запросил данные за счетчик превышения температуры. Он пишет, что он только 52 минуты работает. Температура масла. Не, ну, видимо, что здесь там, допустим, нагревалось масло до 120 градусов. Мы понимаем, что все равно его придется менять, когда машина приедет сюда, в Украину. Единственное, что мы видим, что общее время работы это 2284 часа. А все остальные значения по нулям, по минутам. Ну, в принципе, все. Перед следующей машиной мы звоним нашим немецким друзьям, для того, чтобы они на немецком языке, с нормальным немецким поставленным акцентом. Задали у немцев вопрос, что с автомобилем? Машина идеальная, машина не крашеная, машина 17300 дешевле, точно кошка не ходи. Торговаться не буду даже ни на цент, машина соответствует вообще, отвечая на полный рот козявок. Ну, это я уже утрирую, но такое было действительно сказано. Едем практически за 300 километров. Приезжаем и посмотрим. Фу, блядь, вот тут и курили, ебать как. Я ебать ее трусит, братан. Да, мотор это такой, у меня... Шо, шо антрацит? Смотри, тут кто-то пишет. Судя по адресу, который забит, некий антрацит в город Киев, то машину смотрели уже киевляне. И если они ее не забрали за такой ценник, а стоит эта машина 17300 с цена брута, то нам здесь не пепловить, потому что машина действительно недорогая. И мотор, слышу, он неправильно работает, плохо он работает. Да, машина целая, да, интересная, что у нас. Кстати, 16-го года. Крашеный бампер. Слышишь, Володя? Давай ему напихаем полный рот козявок, она крашена. Смотри. Он отвечал на полный рот козявок? Смотри, хопочки, тадын. Вот это что такое? Это ты. Да нет, а у меня. Вы уже смотрели. Так смотрели, с 3 фары они на месте стоят. Болт вообще какой-то. Да. Добираться надо закопить. И этот болт крашеный, смотри. Он вообще же не в том цвете даже. Хорошая машина, но поедем мы дальше. На завтрашний день к осмотру у нас осталась всего лишь одна машина. Одна, а шестая со всего нашего списка. Часть машин продана, часть машин нам не подходит. Если не подойдет эта машина, я уже не понимаю, что делать дальше. Автофуз ДЕ. Интересная, классная площадка. Значит, пошел дождь. И машина проветривается после, не знаю, мойки или еще чего-то. Классный автомобиль, но уже его заливает дождем. Офигеть. Просто офигеть. Ну, такой слегка поцарапанный. Интересная тема. Вот стоит. Со знаком. Такой некий элемент пустозарядного. То есть где-то если сел аккумулятор, то между рядами вот этот значок видно. Прибежал, взял, подошел к нужному автомобилю. Запустил двигатель. И вот оно счастье. Что-то идем, идем, идем. Скоро уже через 40 метров конец ряда и пипец. А машины все как-то нету. А вот что-то нашлось. Она? 43, 69. Так, под дождем нифига не видно. Давай сразу ее смотреть. 169. 125. Оно контрольный по крыше. 113. Крашеное крыло уже имеем. 191. Так, двери. 202. Есть. Крашено. Так, 121. Тут хорошо. Это норма. 97. Заполировано. Но тоже норма. 126. Тормозначь норма. Это 110-130. Для подобного автомобиля. 123. Ну что, запустился он очень. 138 класс. А как бы нам тест-драйв сделать? 137. 199. 120. 119. Переднее правое крыло, передняя правая дверь. Я пошел, возьму ключи от этой машины, чтобы ее убрать. И мы могли покататься. Надо? Есть интересный. А ну, открой капот. Подели на дорогу. Подели. Все, хорош. Ну, так мотор в голове в развале чистый. Слушай, я не знаю, как ее поднять. Она на пневме. Еще ты взял, что она на пневме? Сейчас я посмотрю. Она на пружинах. Там нет пневмы? Нет, я туда их вынишу подниму. Ага. А ну, давай, наверное, я сейчас почитаю ее перед тем, как идти. На, подключись. Надо читать. Ай, как хорошо. Связи нету. Просто пипец. Ну, подключился? По нуля. Не, я имею в виду в телефоне. Сеть. Нету интернета. Я думаю, что мне никто не звонит. Все так хорошо, тихо, спокойно. А тут как раз место такое недостающее. Люк открой, чтобы он не жужжал. Не сдавал истошных звуков сначала. Да, панораму. А какие истошные звуки? Ну, скрипящие. Нормально. Ну, пусть он до конца дойдет. Все, пуховаем. Ну, да, бывает, знаешь, такой умирающий звук. С правой стороны двигателя мне не очень нравится его звук. Такое ощущение, что где-то там что-то подпропускает. Есть у меня подозрение, что в этом автомобиле кто-то уже был. Потому что вот вся история чистая. Ничего никогда за всю жизнь этого автомобиля не было. Ее почистили. Ну, ладно, мы сейчас чуть попробуем по-другому. Сейчас что нам нужно? Справа цикатит сильно, да? Ну, и цикатит и такой звук, как будто где-то что-то прорыв какой-то. Типа выхлоп идет. Не, не, не в ту сторону. Слева нема, а справа есть. Да, да, да. И у нее вся история вообще потертая. Вообще нифига нет. Ни одной ошибки. Ни одной. Чтение стоп-кадра на всякий случай. Ну, конечно, да. Ничего мы не имеем. Так, ладно. Поток данных сразу идем в топливную. Цикатит справа. Значит, надо смотреть. Ну, то, что здесь у нее вряд ли скученный пробег. Это факт. Пробег автомобиля 174 550 километров на данный момент. Давление надува фактически заданное. Подними до двух с половиной обороты. Да, есть. Нормально. Отрабатывает. По всем показателям. По всем. С турбиной здесь тоже все хорошо. Так, коробка передач. На плохой дороге машина была 6000 километров назад. Это то, что видно. 1156 часов она проработала. Все остальные данные просто тупо затертые. Вообще все по нулям. Ну, заходил кто-то вроде похожего. Достань фишечку, будь ласка. Кто-то похожего на нас и... И стер. Ладно, давай смотрим, что еще тут есть. Короче, этот S-Line остается. Он здесь стоять, ждать кого-то другого. Но точно не нас. Пошли мы смотреть другие автомобили. Потому как этот, ну такой он, уставший. Много вопросов к нему за 17 тысяч евро. Неинтересно. Ух ты. Машина свежая. И уже забитая камнями. Дождь смотреть машину, ну, очень хреновая затея. Потому как заявлено многие, что не биты, не крашены. Не большие удары, те, которые на страховую не попадали. Они не вписываются никуда в историю. Везде все умалчиваются. Делают, если нормально, то и делают. Но сам факт того, что сделанный автомобиль, он не целый. И ценность этого автомобиля ниже. Поэтому, поэтому ищем целый. Я тут по случаю прибарахлился. Зашел в магазин, купил первую попавшуюся кофточку. Вот такая она. Слегка теплая, она больше осенняя, но от дождя все-таки спасает. Ладно, пошли мы брать ключи на синюю Ауди. С учетом того, что А6 уже закончились, по крайней мере, в обозримых 100 километрах. Мы уже думаем, ладно, есть классная А4, по крайней мере, по фотографиям. Вообще, живее всех живых. Но вот лучшее по фотографиям машины мы не нашли. Следующий автомобиль, который нужно посмотреть, он находится на экспортной площадке. Экспортная площадка, чем хреновая? То, что не могут продать здесь, продают на экспорт. То есть, значит, мы понимаем, что с автомобилем точно что-то не так. Он не прошел тихосмотр. По каким причинам? ХЗ. Сейчас будем искать машину, посмотрим. Но сам факт того, что машина будет очень и очень, и мы это понимаем. И, ну, коль мы уже здесь, все равно посмотрим. Заканчивался третий день. 147, 255, капот крашеный, двери, 125. Ну, пока только капот имеем. 140, 116, 125. Пока только капот, ну, дерни его. Весь в говне и в губной помаде. Она давно стоит, уже очень давно. Ну, я тогда за стартером пошел. А вот и понадобился прикуриватель. Вот и первый тревожный кабанчик того, что машина стоит здесь очень давно. Она уже вся окисленная. Ну, посмотрим, как запустится. То, что машина долго стояла, это, конечно, не очень хорошо. Но сейчас мы ее сначала посмотрим. Пока имеем целый кузов. Целый кузов это уже офигительно. Крашеный не только капот по каким причинам? Скорее всего, было много сколов. Но будем посмотреть. Сейчас притораканю эту штуку с запускающей двигатель. На колесиках она едет удобненько. Вот так вот смотришь по парковке. Где стоит вот этот знак, значит, вот тебе прикурка. Вопрос к другому. Насевшая может быть сопли? Прикуривать? Херня тоже может быть. Мы сейчас запустим, посмотрим. Мерзот напиши, когда дали ей напряжение. Но в этом есть тоже что-то хорошее. Мы понимаем, что прикурка не севшая. Стартуй. Топлива здесь не было давно. Очень давно стоит машина. Это как в анекдоте про жабу. Очень сильно заколдолом. Потом расскажу как-нибудь. Ну ладно, сейчас будет следующий старт. Вот стоишь с этой стороны двигателя. С этой стороны двигателя работает хорошо. Заходишь на эту сторону двигателя. На этой стороне двигателя не работает хорошо. Проедет немножко вперед, дай почитаю. Блин, уже не подключаться даже. Фу, блин, она прокуренная, пипец. Тут живут тараканы. Ай, в этой машине. Нафиг. А сколько она стоит? 14 тысяч за дрова. Дрова. 14 тысяч. Германия. Экспорт. Автохуз ДЕ. Лето 21 года. Прекрасные автомобили. Вот так, надо брать. Пипец. Даже добавить нет. Короче, аж ремень ржавый, смотри. Да, я вижу, что угол. Вся уставшая. С ключа машина не закрывается. Да никак, закрывается передняя левая. А все остальные нет. А замком ее внутри двери. Я думаю, что он тоже не подтянет. Потому что он в жопе. Мы от себя сделали все, что могли. Ага, еще попробуй закрой. Есть. Мне сказано, что она не закрывается. А вот то, что действительно стыдно людям предлагать, это те машины, которые идут на экспорт. Не все, конечно. Были моменты, когда мы покупали машины на экспорт. Но это, откровенно говоря, либо потекшая рулевая рейка, либо еще какая-то хрень такая слабая. Но чтобы настолько умершие машины, у меня еще не было в практике. Но ничего, каждый раз мы узнаем что-то новое, что-то интересное. Очень даже улыбает ситуация. Едем дальше. Друзья, очередные турки, очередной русский. Там был хитрый Дмитрий, который красит суппорта. Прям по ржавчине у них это нормально. В регионе это все любят. Сейчас уже на самом деле глубокая ночь. Сейчас у нас был битый файл. Два штуки. Мы это все дело восстанавливали, реставрировали. Суть не об этом. Почему я стал перекупом, об этом уже в следующей серии. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ну а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. До следующей второй серии. Но во второй будет интересно. Не только про турков. Субтитры сделал DimaTorzok